Ну что ж, сейчас немножко я вас хочу ознакомить с мыслями наших святителей и некоторых мыслителей по поводу западного христианства. Я думаю, что одно дело все мы, кажется, знаем, и другое дело, когда, так сказать, на строке мы можем это высушить и посмотреть. Прежде всего я хочу вам подчеркнуть несколько мыслей святителя Игнатия и святителя Феофана в любых отношениях к западному христианству. Вот как святитель Феофан Коваров оценивает католическое и протестантское христианство. В общем, у него довольно однозначно выражены все мысли, касающиеся этого вопроса. Вот, например, как он оценивает даже сами процессы, которые происходят в области нашей культуры, нашего языка и нашего богословия. Вот, например, касающиеся первого. Он пишет, у нас слишком много хватает немецкого, и язык стал не русский, или склад речи. Отбирать у немцев кожи не мешает, а писать своим пошивом надо. Очень скорбно, когда не видишь этого. Но это, в общем, касается общего направления. А вот в отношении уже конкретно христианства. Все западные переводные книги о духовной жизни не идут к нам. В них есть клочок истины, но и самые лучшие из них содержат много мечтательного и ложного. Щекочут, а не питают. И выходит, по губам текло, а в рот не попало. Возьмите лучшую и более других хвалимую о подражании Иисусу Христу Фомы Кемпийского. Почитайте ее с вниманием и сравните, тоже ли она дает, что Макарий Египетский или Исаак Сериалин, или изречение наших старцев, Серафима, Парфения. «Западники сами себя хотят спасать и попадают только своими усилиями в покойное состояние сердца, похожее на бездействие, примолчание и прочих сил. Тут фантазия рисует им образы, и они млеют от них. Бросьте их, для вас достаточно тех святых, кои есть у вас». Это из его писем я вам читаю. Видите, он совершенно решительно настроен, и его оценки носят совершенно однозначный характер. Он делает такое, представо ли, хранящим подлинник церкви, ставить себя в ряд с другими. Вы знаете, что в XIX веке экуменические настроения были очень сильны. Я думаю, что даже в среде, особенно нашей интеллигенции, может быть, даже гораздо сильнее, чем сейчас. Поэтому и пришлось много писать об этом. И несколько человек с ложным учением могут повредить всю местную церковь, когда сначала двое-трое, потом десятки и так далее начнут сражаться их учением. Зло это действует, как искра, падшая в горючий материал, как гангрена, жир обретшая. Очевидный пример этому – Арии. Святой Павел не возбранял верным ходить на обеды к язычникам. А молокания далеко отстоят от язычников в деле веры. Ваше отвращение к ним нехорошо. Их жалеть надо и молиться об них. Вне православной церкви нет истины, говорит он. Мнящиеся создать такую детям куклоиграющей подобится. Значит, вне православной церкви нет истины. Мнящиеся создать такую детям куклоиграющей подобится. Здесь Христос, православная наша церковь, а в другой какой-либо нет его, и не ищи, не найдешь. А та, вчера устроенная община, не может быть апостольской, и в ней нет Христа. Это он говорит на протестанках. Латинская церковь отступила от апостольских преданий и повредилась. И порча очень существенная. Дух католичества земной. Церковь у них и по-ихнему есть политическая корпорация. Кстати, любопытно, что Хомяков еще до него писал о католической церкви, говорил, как полудуховном государстве. У папистов все таинства повреждены, и многие спасительные священнодействия искажены. Кстати, интересно, вот посмотрите, вы, наверное, сравнивали, когда на третьем курсе проходили, говорили о католицизме. Сравнивали, наверное, православное и католическое учение о таинстве. Действительно, все таинства повреждены. Протестантские церкви не подлинные, а поддельные. Они так же, что фальшивая монета. По виду у нас с римскими католиками много сходства. Когда проследить подробности, то явно всякому, как далеки о них от истины. Я не взял вам цитат из Игнатия Вречнинова, просто оставил их. Их очень много, этих цитат. И их основную мысль я вам скажу. Эта мысль сводится к чему? Он обращал самое главное внимание на духовную сторону жизни, как вы знаете, Игнатия Вречнинова. Он меньше касался вопросов дагматических и других, богословских. А вот о духовной жизни он писал много и очень сильно. И вот, в частности говоря, о католицизме, он подчеркивал, со всей силой причем подчеркивал, что католическая аскетика, путь духовной жизни в католицизме, как он представлен ее святыми, этот путь, говорил он, есть путь прелести. Это он особенно сильно подчеркивал, указывая и конкретные имена. В частности, он говорил об Игнатия Лайоле, о Терезе, которую называл, ну, просто даже сказать в обществе так не совсем удобно, сумасшедшей, он ее называл сумасшедшей. Но, правда, как еще назвать ту, которая кричит, мой Бог, мой супруг мой, обращаясь ко Христу? Ну, скажите, как еще? Ну, действительно, надо уже совсем рехнуться. Образы жениха, образы, которые мы находим в православных тропарях и стихирах, и сочинениях, образ жениха. Представляете? Тут указывается на образ, на земную любовь, как образ, как некую тень той божественной любви, которая может быть у человека. Но образ жениха. Здесь же, у той же Терезы, это явление чего? Христос является и говорит, до сих пор я был Бог твой, а отныне я и супруг твой. Даже умирая, она кричит, наконец-то я увижу тебя, о Бог мой, супруг мой. Мережковский по этому поводу делает очень сильные выводы, и, по-видимому, они основательны. Он же говорит, что это всем известно во всех европейских народах, и, в частности, у нас, на Руси. Есть такой дух бес, который называется инкуб. Инкуб – это тот дух, который является вот молодым, иногда женщинам, потерявшим мужа, и который, естественно, страдает, ну, чисто физически просто, физиологически они страдают от отсутствия мужа. Так, от отсутствия вот тех отношений супружеских, которые были между нами. И вот у некоторых, у которых это особенно сильно ярко выражено, оказывается, происходит случай, о которых, это я сколько раз слышал, и думаю, что и вы, наверное, слышали, что к ним начинают прилетать, прилетать, да, и с ними жить, с этими женщинами. Это бес блуда, который называется инкуб. Вот, этот бес блуда может являться в самых различных образах. Причем рассказывают подчас детали такого рода, что убери младенца отсюда, отнеси его в другую комнату, или вынеси икону, и так далее, да. Вот этот блудный бес инкуб, он известен всем, собственно, европейским народам. И вот Тереза, представляете, которая возведена католической церковью в ранг учителя церкви. То есть, если говорить, у нас нет этого, в возводе у нас есть великий, Антоний там великий, Сесой великий, и так далее. Возведена в ранг учителя церкви, так, эта Тереза охвачена вот этой страстью. О, Бог мой, супруг мой! И Он является к ней в этом качестве. Ну, скажите, как еще назвать? Я считаю, что Игнатий Бринчининов в данном случае дал очень точное название. О Франциско-Ассийском говорит он, о Фомейке-Импийском много пишет Игнатий Бринчининов, а особенно о его книге «Подражание Иисусу Христу». Эта книга, он ее называет прелестной, эту книгу, которая щекочет вот действительно нервы, возбуждает в человеке вот эти мечты, мечты о духовной жизни и уводит его от самой духовной жизни. У него были, так же, как у Ибиска Феофана, достаточно оснований для таких суждений. Дело в том, что святитель Игнатий, он же в 15 лет уже знал латинский язык. Кстати, как и греческий. И древнегреческий язык. Он же великолепно знал. И он читал латинских отцов, читал их, ему не нужны были переводы. Понимаете, в чем дело? Когда он учился в инженерном училище в Петербурге, и он крайне горел это желание ему знать, где же истина, где истина, так он много перечитал этих латинских отцов. И перечитал и греческих. Вот он описывает в своей замечательной статье, которую каждому надо прочитать, пока в академии учимся, что ли. Плач мой. Статья изумительная. Я вам скажу, по своей не только силе чувства, но и по силе мысли и оценок, которые даются там науке, философии. И даются, в частности, и западной католической аскетике. И восточной. В отличие от этих западных, которые называют мечтателями, фантазерами, которые создают себе воображаемые картины. Он, в частности, пишет об Игнатия Лайоле. Игнатия Лайола. Игнатия Лайола. Игнатия Лайола. Игнатия Лайола. Игнатия Лайола. Признаков, которые характеризуют всю западную аскетику. При этом он даже указывает временные рамки отступления латинства. Говорит, например, что Бенедикт Нурсийский, который скончался в 544 году, Григорий Двоеслов, папа, скончался в 604 году. Видите, в общем, это VI век, начало VII века. Говорят, они верны еще традиции общей кафолической церкви. А уже Бернард Клервосский, это XII век, он, говорит, отличается резкою чертою от них. Уже начал работать воображение, фантазия, представление и так далее. Игнатий Ажилаёлов построил целую книгу. Целую книгу. Вся построена на чем? На культивировании, тренинге, если хотите. Тренировки в чем? В представлении, в своем воображении. Непрерывно все красной нитью проходит через его книжку «Представь себе, вообрази себе». Знаете, какие вещи? То есть человек уже живет своими фантазиями. Перед его мысленным взором проходят эти фильмы. И он указывает, что себе представить. Особенно в заветные события. Он прям расписывает, как себе надо представить. Представь себе, молодая дева сидит, читает Библию, и вдруг, представь себе, вообрази, является ангел. Представь себе, как она испугалась, как она изменилась в лице, как она отложила книгу. И дальше вот это все. Представь себе, как разговаривает. Или представь себе, как она путешествует к Елизавете. И так далее. Это духовные упражнения. Вы слышите? Книга-то называется. Духовные упражнения. Духовные. Что же здесь духовного? Причем дело доходит уже не только до того, что представь себе там Богоматерь Христа, а дело доходит до того, что в одном месте он пишет «Представь себе, Святую Троицу». Представь себе, как они совещаются, эти три лица. Представь себе, как они тронуты страданиями мира. И все это вообрази, представь. И так в течение тридцати дней проходят эти духовные упражнения. Представьте себе, что после этого будет человек. Он весь будет жить этими картинами и воображениями. Что говорят восточные отцы? Ум должен быть безвидным. Безвидным. Никаких картин. Никакого воображения. Даже если тебе будет что-то, какое-то видение, уклонись от него. Бог не осудит тебя, если ты по смирению не примешь даже истинного видения. Но ты глубоко пострадаешь и можешь погибнуть, если ты примешь это видение, а оно будет бесовским. Вот у Игнатия Вринчинова по этому поводу то же самое, как видите, говорится. Прелесть. Прелесть. Вот то слово, которым он характеризует католичество. О протестантизме и говорить не о чем. Здесь мы говорим прелесть, но там они подвизаются. Подвижник. Катарина Сиенская, например, била себя железной цепью по спине так, что кровь текла, что называется, ручьями с нее. Францик Томасийский босиком ходил не только летом, но и зимой там. Был действительно бедняк и так как подвизались. Да. Хотя подвиг, увы, повел их не туда. А протестанты говорить нечего. Они все вообще отбросили. Вообще никакого подвига не надо. Верующему грех не изменяется в грех. И тот, кто обращается ко Христу, ему прощаются грехи прошлые, настоящие и самые замечательные, и будущие. А мы теперь свободны. Живи как хочешь. Ничего не страшно. Представляете, какую доктрину это. Вот создали ее себе и как малые дети. Да. Построили себе домик и живут теперь в нем. Вот. Так что об этом и говорить нечего. Тут уже, так сказать, прелесть уже другого порядка даже. Но вот интересно отметить, что и наши некоторые мыслители, русские мыслители, которые, так сказать, в своем творчестве и в своей мысли соприкасались с западным христианством, дали тоже очень сильные оценки западному христианству. В частности, католицизму. Хомяков, например, Алексей Степанович Хомяков, называл католицизм первым протестантизмом. Ну, не потому, конечно, что будто бы до католицизма не было расколов церкви. Нет, не поэтому. А он называл его первым протестантом по той причине, что он оценивал западное христианство как таковое уже. Именно западное. И он говорил, что протестанты это уже вторичное явление. Первый протестант был Рим. Почему? Опять он говорил. Почему? Потому что он собственное мнение Рим поставил над мнением всей церкви. Вот такой вопрос, который кажется с точки зрения понимания, что ли, глубокого богословского затруднителен и, кажется, не имеет существенного значения. Но на самом деле имеет огромное принципиальное и духовное значение. Вопрос о чем? Офелиок. Ведь на соборах было решительно определено это. Как истина, принадлежащая всей церкви и которой изменять нельзя. Почему так было определено, что Дух Святой исходит от Отца? И точка. Возможно, что было откровение. Потому что мы знаем, что на всех соборах присутствовали святые люди. Кстати, на вселенских соборах одна из, я бы сказал, очень важных черт, один из очень важных признаков, что на всех вот соборах, которые у нас, вот если хотите, являются достоянием церкви, относятся к категории священного предания, там всюду присутствовали святые отцы. И, скорее всего, что такой вот догмат, как исхождение Святого Духа, он был записан символом веры. Не просто по рассуждению человеческому, а наверняка еще это было и внушение Духа Святого. И теперь подумайте, вдруг одна из церквей, которая также принимала этот догмат, этот символ, укрешила без всяких, что называется, является основанием, перечеркнуть голос всей церкви и заявить, что истина та, о которой говорю я. Рим вознесся гордыней. Понимаете, в чем дело? И свое мнение, мнение стало утверждать как догмат, как истину. В чем самая соль? Даже не в том, что Филиоку неверна. Это вопрос даже другой. Это уже догматический вопрос. Я говорю о духовной стороне. Гордыня. Я так считаю и плевать мне на все церкви, на голос всех прочих церквей. Поэтому не удивляйтесь, что на Первом Ватиканском соборе в 1870 году было принято решение, которое утвердил Папа, естественно, иначе бы решение, оно ничего не имело бы силы. Какого рода? Вы знаете это, что решение Папы сами по себе, а не согласие церкви. Помните? Неизменное. То есть истинное. Вот, оказывается, это откуда идет. 1870 год просто только в буквах зафиксировал. То, что совершилось давным-давно, 900 лет тому назад, когда Рим начал утверждать Филиокуя в качестве догматической истины вопреки решительному протесту всех других церквей. Вот, поэтому Алексей Степанович Хомяков говорит, что Рим первый протестант. Называет его протестантизмом. Ну, а дальше пошли и другие вещи. В Риме другие заблуждения, как пишет святитель Феофан, что все таинства повреждены и все истины повреждены. Вот так. Он говорил, во-первых, учение о таинстве, извините, учение о таинстве, то есть их догматическое понимание, и, во-вторых, говорил и о том о том состоянии, в котором человек должен принимать это таинство. Ну, простой вам пример. Посмотрите, как к высоким лицам, ведь сразу так не пройдешь, правда? От записаться. Да еще не просто записаться. Пройти через какие-то там комнаты, преддверия. Все это невольно человеку настраивать на какое-то определенное время. Он понимает, что к кому он идет. Не просто так. Подошел, здорово. Обратите внимание. Таинство причащения. Подумайте, в православии необходимость поста, необходимость подготовки, чтения правил. Понимаете? Но все это создает правильный психологический климат в душе. Он подходит с благоговением. А представьте себе, я сижу в ресторане, ем, пью все, тут же на мессу, подремали после обеда, да и месса стало всего там меньше часа. Какая-нибудь. И тут же подошли, почистились. Какая красота. Это я вам говорю, реальность. Я все же вот ужинаем, сидим, едим, пьем, смеемся. Профессор, вы пойдете к нам на мессу? Вы что, причащие будете? Да, а как же? Папа разрешил. Час поста, пока дойдем вот до костела, пока месса пройдет, как раз час пройдет. Вы представляете? Все молительные правила это месса. Это месса. Причем месса может совершаться по длительности очень разной. Вот в Англии, я помню, там перед занятиями у студентов происходит месса ежедневная. Она длится 15 минут. Месса. 15 минут. Никакой подготовки. Никаких правил. Ну, что вы. Вот вам внутренний климат души, с которым человек подходит к этому. Понимаете, какая разница? Какая огромная разница. Да, и во внутренней. Так вот, поэтому он и говорил, святая с поврежденным. Так вот, другие наши мысли, я просто еще отмечу, что это для вас будет небезынтересно. Сподвижник Хомякова, Иван Васильевич Киреевский, он говорил, католицизм, и это относится не только к католицизму, но и к протестантизму. Здесь просто, я вам обещаю, контекст, ко всему западному христианству, но он просто в данном случае говорит, католицизм. Он определяет четко, это рационализм. Что подразумевается под рационализм в данном случае, друзья мои? Рацию – это рассудок. В русском языке есть два слова. Есть ум, и есть рассудок. Если хотите, даже есть еще нечто, мудрость, помимо ума. Но когда говорим мы о рассудке, то в данном случае подразумеваем ту часть человеческого мышления, которое поддается полностью формализации. Вот сейчас, например, наш рассудок очень успешно формализован в компьютер. Компьютер – это и есть рассудок. Шахматист, когда играет, 99% тут, наверное, рассудок. Усвоение школьных всяких предметов – рассудок. Решение различных математических задач, это рассудок. Это вот та сторона, которая в греческом языке выражена понятием логоса. Отсюда логика, логичность. Это формальная сторона нашего мышления. И она формализуется. Вот что такое рассудок. Рассудком, оказывается, можно понимать очень многие богословские истины и пытаться даже рассмотреть их с самых различных сторон. Вот рассудок здесь, он оказывается той, так сказать, внешней стороной человеческой личности, которая не затрагивает сердце, не затрагивает души человека, не затрагивает его жизнь. схоластика, в частности, это понятие, которое идет от слова «схоля», то есть «школа», но на самом деле оно приобрело специфическое содержание. И когда мы говорим «схоластика», то о чем мы говорим? О чем-то мертвом, бездушном, не касающемся души, мертвячем. Вот как утверждают многие наши дореволюционные писатели, преподавали катехизис. Зубрежка текстов, да и не только текстов, а то зубрежка всего катехизиса. Вплоть до того, что зубрили даже вопросы и ответы, все наизусть. Кстати, еще вот когда открыли семинарии наши после войны, и еще, так сказать, в нем начинали преподавать дореволюционные люди, бывали нередко случаи, которые заставляли учить наизусть катехизис весь. А мне лично рассказывали эти дореволюционные люди. Я читал, как заставляли это учить наизусть, не отвечая на вопросы, не объясняя даже многих вещей, зазубривание текста, подчас даже не объясняя смысла их. Вот это вот такой подход с одной стороны, с другой стороны, игра, как в шахматы, так можно играть в богословские истины. Если духи имеют плоть, то сколько их поместится на кончике иглы? Какое пространство они занимают? Какое место? Правда же интересно? А что Господь Бог делал в дотворении мира, интересно? Неужели вас это не интересует? Представляете, как это важно знать. А как понять воплощение? А что это такое тварное, нетварное, там энергия, как подняли эти вопросы? Ирине Ильионский правильно писал, злоба эритиков вынуждает нас говорить о тех вопросах, о которых удобие молчания. Потому что многие вопросы не поддаются рациональному решению. Возьмите эскатологическое проблемы. С одной стороны, Бог есть любовь и премудрость, с другой стороны, пойдут сии в муку вечную. Вопрос. Как же это понять? Если Бог есть любовь, не должен был бы дать бытие тем, которые пойдут в муку вечную. Правда же? Как же понять? Бердяев правильно сказал. Этот вопрос не имеет решения на пути рации. На рациональном пути не имеет решения. Многие вопросы не имеют решения по той простой причине, что мы касаемся первичных материй, которые можно только видеть, а их нельзя доказать. Их нельзя доказать. Их нельзя определить даже. Что такое белый цвет? Что такое синий, голубой, красный, оранжевый? Это нужно посмотреть. Посмотри и увидишь. Определить так, чтобы человек понял, который никогда не видел оранжевого цвета, никогда не видел. Определите ему, скажите ему, что такое оранжевый цвет? Или голубой цвет, если он не видел? Слепому объяснить невозможно. То есть, оказывается, многие вещи находятся за пределами рассудка, поскольку они познаются только в опыте, а не логику. Так вот, схоластика, чем характеризуется? Она объявила разум верховным судьей и высшим инструментом познания божественных истин. Вот здесь и была погибель. Во-первых, это глубокая ошибка сама по себе. Рацио очень ограничено в своей познавательной сфере. Современная наука об этом однозначно совершенно говорит. Это первое. Второе. Забыли о самом главном. И я бы хотел очень, чтобы мы это усвоили, друзья мои. Это очень пригодится вам. Христос пришел только с одной единственной целью спасения человека. Церковь им установленная существует только с этой единственной целью. И следовательно, богословие должно заниматься только этим. Богословие это инструмент, который должен помочь человеку в деле спасения. Вы слышите? Спасение. А мы инструмент, помогающий спасению, обратили в инструмент развлечения. Понимаете? разница? Инструмент спасения или инструмент развлечения. Топор может быть инструментом спасения. Срубить деревню, построить дерево, хотя бы на дереве спастись в половоде. А может быть инструментом гибели, когда им начнут убивать других людей или калечить. Так вот, задача богословия, вся задача богословия состоит в чем? В том, чтобы помочь человеку правильно понять этот путь спасения, познакомиться с опытом тех, которые прошли путь спасения. Понимаете? С опытом. Усвоить принципы духовной жизни, критерии истинности и так далее. Вот чем должно заниматься богословие. схоластика, стал заниматься совсем другими вопросами. Сколько мы, если взять догматическое богословие, я помню, вот мы сидели, это были самые трудные уроки, хоть 45 минут было. Когда же кончится урок? Это невозможно просто было. Потому что это, занимаясь вопросами, непонятно, зачем они нужны. Когда не понимаешь, зачем это нужно, это же ужасно. Уж разбираем у Господа Бога всего по полочкам всего его раздробили, разложили. И какие у него свойства там всякие. Как он действует и все. Это просто ужасно. Так вот, задача богословия, богословия, помочь человеку понять, осмыслить и подвигнуть его в реальной духовной жизни. Когда богословие этим не занимается, оно превращается в орудие разложения человека. Тогда оно убивает человека. Так вот, рационализм, чем он характеризуется? Вот как раз вот этой работой рацио, не касающейся души человека. Вот на Западе, в частности в католических университетах, в католицизме, богословие приобрело исключительно рационалистический характер. То есть, оно, так сказать, если хватит, жизнь там разбилась на две крайности. С одной стороны, абсолютный рационализм, с другой стороны, полный мистицизм, вот о котором я вам сказал. Терезы, Игнатия, Лойолы и прочее. Когда ищут вот этот дух, так называемых духовных состояний. Вот Иван Васильевич Кирьевский и определил католицизм, назвав его рационализмом в христианстве. Рационализмом. Как Федор Михайлович Достоевский оценивает католицизм, вы, наверное, все имеете представление. Лучшей характеристикой его взглядов является легенда о великом инквизиторе. В этой легенде мы видим двоих, великого инквизитора и Христа. Христос не произносит ни одного слова. Говорит великим инквизитор. Достоевский влагает в его уста, если хотите, все свое понимание духа католицизма. И он влагает в уста инквизитора страшные слова. Ты нам не нужен, нам нужен другой. Почему ты нам не нужен? Потому что ты отвергаешь земную власть, а она нам нужна. Власть над людьми, она нам нужна. Кстати, вот маленький хотя бы элементик, который хочу обратить ваше внимание, как вот этот страшный вирус проникает всюду в православие. Смотрите, что вот вчера я встречался в православие. Бесконечное число раз. Что сейчас происходит у нас, в частности, куда толкают наше духовенство? Наше духовенство прямо толкают на путь создания тоталитарного руководства людьми, тоталитарных сект. Я вас не благословляю. Батюшка, я же не спрашиваю ничего. Ты хочешь быть сыном, членом церкви? Я тебя благословляю туда, Я тебя благословляю. Какой ужас! Его никто не спрашивает, он уже. О, командный, командный подход. Командный это ужас. Какое там равенство отношений? Что вы? Беспрекословные подчинения и больше ничего. Какое-то отступление от церкви. Команды, команды и команды. Забыли о великом принципе, который оставлен нам отцами. Принцип какой? Совета. Отеческого совета, дружеского совета, братского совета. Нет, нет, нет. Команда. Настырь, говорится, вот тебе рыжую. Себя рассматривают как Оракулов. Вы слышите? Как Оракулов. Он провозвестник воли Божьей. Понимаете, какое дело? Когда спросят, слушай, патриарх, наверное, больший провозвестник, наверное, чем ты, батюшка. Анисторий осужден даже церковью. Арии разве не был присвитен? Евтихий разве не был? И сколько их в истории было? Забыли, что духовное дарование не зависит от Сана? Сан дает совсем миссию. Это крест тяжелый, который человек на себя возлагает. И какой нужен труд, чтобы понести этот крест совета, помощи, а не главенства, помощи. Перепутали все с ног на голову. И вместо того, помощником, отцом, как он называет отец такой-то, братом, он становится диктатором. Вот оттуда это идет. Светская власть, меч, и девятый даже, это же вторая половина девятнадцатого века, говорил ересь, что у Папы нет светской власти. Ересь проповедует тот, кто отрицает светскую власть Папы. Представляете, что это светская власть. Не подумаешь это только в политическом плане. И в личном плане же власть. О, не даром говорят, хочешь узнать человека, дай ему власть, и увидишь, что внутри живет у него. Вот эти вот вещи, видите, они страшные. Вот Достоевский в этой легенде о великом инквизиторе прекрасно показывает дух католицизма. Если хотите, он в данном случае, он говорит ничто иное, он рассматривает католицизм как антихристианство. Ведь великий инквизитор прямо выражает все идеи антихриста же. Ты отрекся от власти над людьми, говорит великий инквизитор Христу, а мы ее утверждаем. Народ без власти разбредется, он требует жесткой узды. Ну, почитайте. Ну, что вы, тут Достоевский, конечно, это прямо пишет, как, я не знаю, поразительно просто. Интуиция ли это, вдохновение, ум ли потрясающий, бог ли, ну, это поразительные вещи пишут. И вот этот дух великого инквизитора, который средоточенность к католицизму расползается по христианству. Вот так. Так что Достоевский, видите, говорит, называет католицизм как антихристианство. Не называет, а изображает. Ну, еще, может быть, одну характеристику приведу одного, тоже выдающегося человека, Юрия Федоровича Самарина. Самарин это один из старших славянофилов. Это Плеяда Хомяков, Киреневский, Самарин. Он обратил внимание на еще одну сторону, которая как-то подчас ускользает, а на самом деле, когда он сказал, невольно воспитишь, верно, так это ж так и есть. Знаешь, что он сказал? Католицизм это иудаизм в христианстве. Действительно так. Это в девятнадцатом веке он писал. Папу Иоанн Павел Второй такие перлы выбросил, что йо-йо-й. Юрий Самарин бы, наверное, сказал, вот, видите, смотрите, когда Достоянский написал преступление и наказание, знаете, роман его вышел, и через полгода в Петербурге произошел почти один к одному такой же случай. Все были потрясены, как точно Достоевский изобразил. Вышел его этот роман, и буквально через полгода произошел почти один к одному такой случай. Достоевский, конечно, торжествовал. Так бы сейчас торжествовал Юрий Федорович Самарин, когда послушал бы речи Иоанна Павла Второго. Католицизм это иудаизм в христианстве. Точно. По очень многим параметрам. Самоучение о Боге. О Боге. Кто Бог? Католицизм судья. Что является главной движущей силой в католицизме? Проповедь любви. Что вы? Захват власти, захват влияния. Пример России, и не только России, я помню, был в Чехословакии, не рассказывали, какие ужасы там творились. В Польше, что только происходило. Как только ослабевала светская власть удерживающая, что началось? Он еще, отец Виталия Боровой еще сейчас жив, как взорвали православный собор в Варшаве. Говорят, так мы православные не переходили в площадь здесь, всегда обходили. Здесь, вот, зная, что здесь был святой алтарь. Сейчас, посмотрите, когда ослабла наша власть, что произошло на Украине, что сейчас в России двинулись, епархии и прочее, там, где никогда ничего не было, где там десять человек католиков, епископ ставится. Власть, захват. вот эти земные интересы, вот эти земная власть, земное величие, земное торжество, вот, что является движущей силой католицизма. Самарин в этом отношении глубоко прав. Действительно, католицизм это иудаизм, христианство. О самом спасении, если говорить, все построено на чем спасение? На делах. Что сделал, то получил. Что там какой-нибудь Исаак Серин пишет, воздаяние бывает недобродетели и не труду ради нее, а рождающимся от них смирению. Долой! Все идет в непрерывной купле-продаже. Хомяков великолепно это показал. И еще одна его характеристика Хомякова это торг с Богом. Непрерывный торг с Богом. Я тебе, ты мне. кредит дебит кредит дебит иудаизм в христианстве. Вот такие, видите, с разных сторон характеристики католицизма, которые, как видите, прям привел двух святителей. На самом деле, это можно было бы говорить и о других. Да, двух святителей и наших мыслителей. Почему интересны они? Они очень точно, прям в самый центр, что называется, указывали сути католицизма. Но не думайте только католицизм. Они говорят католицизм, поскольку это сила очень большая. На самом деле, это характеристика и протестантизма. Устись, и протестантизм. Почему? Протестантизм, пожалуйста, запомните, это законно рожденное чадо католицизма. Вот что такое протестантизм. Законно рожденное. плоть от плоти, кровь от крови, кость от костей. Католицизм. Протестантизм только обнаружил, обнаружил во всей силе многие отрицательные стороны католицизма, которые, так сказать, были под таким легким покровом. Он сбросил это и показал. Вот оно что есть на самом деле. Редактор субтитров